Здравствуйте, слушаю. У меня такой вопрос, основополагающий. Вот если по Конституции все народные, все вернее, недра земные и прочие принадлежат народу, и мы доверили их продавать какому-то там Миллеру, предположим, хотя, не знаю, мы там не доверяли, то почему мы получаем с этого только налоги, а Миллер получает основное дело? И если, вероятно, еще это когда-нибудь при какой-нибудь власти, изменится наоборот. Но это нигде не меняется. Не секрет, что все американское законодательство поставлено так, чтобы нефтяные компании получали как можно больший доход. Нужно понимать, что тот, у кого в капиталистическом обществе, тот, у кого больше денег, тот имеет больше прав. И он, соответственно, эти свои права оптимальным образом использует. Но в конце концов, мы же хотели капитализм в конце 80-х, в начале 90-х, мы его получили. Какие теперь претензии? Если это не нравится, тогда нужно выходить на улицу с политическими требованиями. Капитализм долой. Но это должно быть политическое требование. А общие слова, давайте мы попытаемся обуздать этих капиталистов. Как вы их собираетесь обуздывать с их частными охранными армиями и прочими структурами? Это можно сделать только в рамках политического процесса. А политикой у нас никто заниматься не хочет. Но вот это вот реальная проблема. Я не знаю, как с ней бороться. Как народ не понимает, что пока он не выйдет на улицу, власть его бояться не будет. Только нужно при этом понимать, что он должен выходить на улицу с нормальными требованиями. Понимаете, нельзя выходить на улицу в поддержку Навального или, прости господи, Немцова с Хакамадой. Выходить надо с четкими и понятными требованиями. Но ищите в интернете много людей, которые четко и внятно говорят. Ну, а дальше, че, как бы, че нужно делать? А дальше, соответственно, выступаете, еще раз повторяю, у нас пока не произошло структурирование политического поля. Вот так надо этим заниматься. Как только это произойдет, так, соответственно, сразу начнет ситуация меняться. Здравствуйте, слушайте. Можно радио? Я вот тоже полностью поддерживаю ваши взгляды. Радио выключите. Радио печально в том, что, ну, когда народ начнет понимать... Выключите радио у себя. А, хорошо, хорошо, сделал, потише. Вот. Просто столько у нас вот о реальных случаях. И власть, понимаете, когда она увидит реальную угрозу, она применит все методы. Все. Вы вспомните Рохлина. Вспомните все вот, когда что-то будет ей реально угрожать, будут ужасные методы. Но и с другой стороны, ну, народ, ну, сколько можно ему терпеть? Сколько вот это можно смотреть? Сколько можно... Вот сейчас человек говорил, наши недры получает их кто-то. Но на самом деле. Потому что народ считает за быдло. Представляете? И вот пока это не изменится, пока мы не будем что-то говорить, ничего. Не поменяем. Вообще не поменяем. Вот, может быть, вы как-то побольше не только радио ограничивались, да? Я просто, извините, я не читал ни вашей работы, ничего. Я только радио слушаю, слушаю ваше выступление и очень близо к вам по духу. Знаете, нужно понимать, что любое вот такое выступление, это, в общем, довольно много сил. Ну, просто ради интереса попробуйте выступить сами. Не так-то это просто. Я тут видел, пока еще тут работал Сережа Доренко, в каком он виде выходил из эфира. Я, конечно, не Сережа Доренко, скажем прямо, и три часа подряд никогда не выступаю, но, тем не менее, это тоже достаточно сложно. А, во-вторых, все-таки нужно иногда и деньги зарабатывать. У меня там семья, еще разные вещи. И по этой причине я не могу себе позволить тратить слишком много времени и сил на то, чтобы заниматься просветительством. Если угодно, то, чем я сейчас занимаюсь, я же не получаю за это денег. Это не работа за зарплату. Это в некотором смысле исполнение гражданского долга. Я считаю, что было бы полезно, чтобы люди представляли, как оно все устроено на самом деле. Поскольку я не представляю никакую коммерческую структуру, то даже пиаром это назвать нельзя. Но увеличивать это я могу одним-единственным способом создавать, как бы, некоторые, ну, так, это не средства массовой информации, но, по крайней мере, вот у меня есть сайт World Crisis, да, там на нем есть дискуссионный клуб, еще там есть разные. У меня есть компания Neocon, которая регулярно читает лекции, но, правда, это больше для предпринимателей. Ну, вот, обращайтесь, заходите на сайт World Crisis.ru, там много чего написано, много чего интересного. Там дискуссии имеются интересные, причем иногда они приобретают достаточно веселый вид, так что приходится даже, ну, как бы, несколько ограничивать участников, дабы они не переходили на некоторые границы. Так что, в общем, больше я ничего сказать не могу. Здравствуйте, слушаю вас. Ну, короче говоря, правильно, я вот впоследствии вас скажу, надо кто-то, чтобы зарядил Аврору, а матросик выстрелил, поэтому пилить Аврору рано. Я хочу спросить вас, Михаил Ильич, по-вашему, каково сейчас снижение курса рубля и каково сейчас рубль, как бы его не представляли, по отношению к зеленому? Ну, на самом деле, мы же это уже обсуждали сто раз. Судя по всему, правительство приняло решение, что надо рубль немножко девальвировать. Связано это с тем, что в стране экономический кризис, экономический спад, а правительство обещало президенту Путину экономический рост. Поэтому оно выглядит не очень удобно. Есть два варианта. Вариант первый, что Путин скажет правительству, а, ладно, наплевать, ребята, все свои ребята, как пилили, так и пилим, и ничего делать не будем. Тогда правительство просто плюнет на всю эту проблему и будет заниматься только локальными движениями курса под заказ отдельных банков с целью, значит, получить свои честно заработанные откаты. Ну, правительство и центральный банк. Движениями курса, скорее, центральный банк занимается. А вариант второй, что Путину не понравится то, что делает правительство в кое-то веки, и он потребует некоторых изменений. Пока, судя по тому, что рост доллара относительно рубля затормозился, правительство немножко расслабилось. Видимо, Путин залез, значит, под воду на батискаве и перестал на правительство давить, оно расслабилось. Но я склонен считать, что где-то до середины сентября оно все-таки доведет рубль где-то до 35-36 рублей за доллар. Опять-таки, это мое мнение, которое вовсе не следует рассматривать как точный прогноз. Здравствуйте, слушаю. Добрый день. А подскажите, пожалуйста, Михаил Ильич, вы призываете, что надо людям выйти с политическими требованиями на улицах. А какой строй должен сменить капиталистический в России сегодня, рабовладельческий, коммунизм, социализм, как у Лукашенко? Это первый вопрос. А второй вопрос, у меня просьба разъяснить, вот людям вам звонят, которые просто плачут, что недо принадлежат сегодня Газпрому и другим олигархам, что было бы правильнее все это отнять и поделить, видимо, да, а как-то более четко им разъяснить, как бы, что там тот же Газпром, Транснефть является, Роснефть, точнее, там, крупнейшими налогоплательщиками, как и таможня. И, собственно, на эти налоги и государство осуществляет все социальные выплаты. То есть, ну, может быть, это наименьшее зло сегодня, хотя я тоже, собственно, как бы этому особо не рад. Значит, что касается Газпрома, то я бы задал вопрос иначе. А почему в Газпроме менеджеры получают такие сумасшедшие деньги? Давайте мы сделаем, подадим им зарплату среднюю по отрасли. Ну, инженер, инженер, председатель управления, давайте ему зададим зарплату на уровне министра. 10 тысяч долларов в месяц. Немаленькая, между прочим, зарплата и хватит. А если он, соответственно, покупает себе какие-то виллы или строек где-нибудь, то мы его сразу в тюрьму. Так что в этом смысле как раз претензии народа вполне понятны. Качество работы этих людей достаточно низкое. Газпром теряет рынки, у РЖД падают объемы перевозок. Почему их руководители получают большие деньги? Это вопрос у народа. И народ имеет право этот вопрос задавать. А то, что государство на этот вопрос не отвечает, это серьезная слабость государства. Знаете, у меня был очень как-то смешной разговор. Есть такая замечательная дама Алла Ефремовна Гербер, которая защищает права евреев. И вот как-то раз мы с ней разговаривали в Форосе на молодежном форуме. Я говорю, Алла Ефремовна, вот вы никак не хотите понять, что у вас есть одна принципиальная слабость, которая с точки зрения интересов евреев делает вашу деятельность скорее негативной, чем позитивной. Она говорит, Миша, да что вы, я так люблю евреев, я их так защищаю. Я говорю, это верно, да. Но вы в состоянии объяснить русскому народу, почему-то вот семибанкир еще, ну да, там было там десяток крупнейших банкиров. Почему из всех этих банкиров не евреем был только один, а все остальные почему-то евреи. Ну, сначала Алла Ефремовна пропаганду вдалась и говорит, у Миши евреи же такие умные. Я говорю, Алла Ефремовна, значит, этот вопрос мы, как бы, этот ответ не принимается, потому что он способен вызвать некоторое волнение на расовой почве, на почве расовой ненависти. Другой ответ у вас есть. Значит, Алла Ефремовна ничего не сказала. Видимо, пошла искать ответ. Так вот, вся проблема состоит в том, что есть вопросы, которые, может быть, общество даже в явном виде не задает, там отдельные представители задают, а общество в целом нет. Но если у государства нет на них ответов, то это очень сильно снижает возможности государства в части, ну, как бы, позитивной работы с обществом и вызывает некоторое отчуждение. Вот, в частности, вопрос несоответствия доходов топ-менеджеров в нашей стране, их качеству, их работы. Точно так же, кстати, как и чиновников высокопоставленных, потому что откуда у высокопоставленных чиновников там дачи в полторы тысячи квадратных метров и прочие разные, или даже больше, и прочие разные безобразия. Не очень понятно. И за что, самое главное, за какие такие выдающиеся заслуги. А теперь, что касается лозунгов. Вы призываете меня формулировать лозунги. Я не являюсь народным трибуном. Я занимаюсь экономикой, немножко зарабатываю тебе на жизнь консалтингом. Я рассказываю свое мнение, как устроена жизнь. Если есть люди, которые выдвигают лозунги, то народ их может поддержать, а может не поддержать. Именно об этом я и говорю. Ищите тех, кто вам предлагает наиболее разумные лозунги. Поэтому я не очень понимаю претензии ко мне. Я пока политическим деятелем не являюсь. Здравствуйте, Смур. Здравствуйте, уважаемый Михаил. Поскольку вы начали с аналогии США, вот я изучала рынок в кантоне Женева, в Швейцарии. Насколько там дорогие квартиры, потому что, в общем-то, квартиры в Москве, они приближаются по стоимости. Так вот, оказалось, что таких простых людей, которые бы имели собственные квартиры, вот в дорогих, допустим, район Женевского озера, вообще нет. Людей-собственников, это люди, которые выплачивают всю жизнь ипотеку, потом они умирают. Если у них есть наследники, если могут продолжать оплачивать, они оплачивают. Если они не могут, то квартиры переходят в банки. Так что у них, вот, своеобразная мафия. Все квартиры и вся собственность, недвижимость, она находится негласно в собственности банков. И эти банки одними и теми же квартирами, на них и тем же, в общем-то, делают себе большие деньги. Так как, пожалуйста, вот с этой ипотекой в Москве может быть аналогичная ситуация? Спасибо. Это вопрос сложный. Дело в том, что у нас традиционно считается, что у человека должен быть свой дом, пускай маленький. А ситуация, при котором квартиры являются собственностью каких-то фирм, ну, теоретически, да. Я думаю, что к этому идет, в общем, частично по некоторым сегментам рынка. Но при этом нужно понимать, что западная фрагментация рынка, что российская, она будет очень сильно меняться. И как она будет меняться, непонятно. Дело в том, что поскольку уровень жизни населения падает, то по этой причине содержать собственные квартиры становится все труднее. В Соединенных Штатах Америки это просто видно. Люди начинают не покупать свое жилье, а, соответственно, брать аренду. Аренду они берут либо у частных владельцев, либо, скорее, у корпоративных владельцев. В общем, все это большие проблемы никто не понимает. Потому что, как показал опыт, построенное в СССР жилье содержать в приличном виде вне рамок советской экономической системы не получается. Не рентабельно, в общем, много здесь проблем. Здравствуйте, слушаю вас. Только очень хорошо, у нас почти нет времени. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вы очень хороший пример привели, когда государство не в состоянии ответить на простой вопрос, им трудно контактировать с гражданами. Так вот, наиболее важный вопрос, на который государство не в состоянии ответить, это конституционная норма тайного голосования. Вопрос, почему мы выбираем достойных людей тайно? О, вы знаете, вот это вот вещь, которую я даже обсуждать не хочу. Это страшная, сложная, незапутанная система, и я не являюсь ни юристом, ни специалистом по ней. Есть люди, которые могут там часами говорить о том, почему выборная система устроена так или иначе. Мне это не очень интересно, я совершенно четко понимаю, что выборная демократия к реальной демократии никакого отношения не имеет. На этом, собственно, наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.